Приветствуем уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Воровской мир – это семейный бизнес кавказских кланов. Главный редактор Prime Crime ответила на вопросы социологов из Оксфорда. Как стало известно Prime Crime, группа сотрудников факультета социологии Оксфордского университета, во главе с профессором Федерико Варезе, начала работу над большим проектом об истории воров в советском ГУЛАГе. Координатор проекта Елена Рачева побеседовала с главным редактором Prime Crime Лилией Хариной. Как появилась идея создания проекта? Когда вы заработали как информационное агентство с собственным контентом? Человеческий ум всегда привлекается новым и непознанным. Это движущая сила любых исследований и открытий. Интерес к ворам возник и все еще подогревается закрытостью этого сообщества. В начале 90-х воры, о существовании которых по большому счету знали, только профессиональные преступники, вышли из тени, поэтому создание такой площадки, с учетом развития информационных технологий, было вопросом времени. В готовом виде проект оформился, когда были систематизированы и опубликованы материалы, накопленные, начиная с 1994 года. Как информагентство мы работаем с 2006 года. В интервью Vice ваш коллега говорил, что ньюсмейкеры Prime Crime 450 действующих воров, разбросанных по всему миру. Насколько охотно они готовы сотрудничать и рассказывать о себе? Откуда чаще приходят к вам новости, из источников в среде воров, от полиции или из тюрьмы? Если бы воры не хотели, чтобы информация о них просачивалась во внешний мир, люди до сих пор ничего бы о них не знали. К несчастью тщеславиям, которое, если верить дьяволу в исполнении Аль Пачино, является любимым из человеческих грехов, грешат и некоторые воры. О том, насколько охотно воры рассказывают о себе, можно судить по тем интервью, которые они дают полицейским при задержании. В нашем представлении ответом на любые вопросы, должно быть гробовое молчание, но как можно убедиться, многие очень словоохотливы, даже когда велик риск того, что сказанное ими будет использовано против них. Наверное, это признаки наступающего апокалипсиса, который в буквальном смысле означает открытие завесы, когда то, что долгие годы оставалось тайным, сейчас выплывает наружу. Кстати, слоганом нашего фильма «Решетка Омс» было изречение Hidden Reveals. Как вы получаете фото воров, в тюрьмах, на сходках, фото могил. Фото воров нам присылают на сайт через форму обратной связи, умерших, как правило, родственники, живых, их болельщики или они сами. Могилы мы ищем по всему бывшему Союзу, через базы данных ЗАГСов. Порой это единственный способ узнать точные даты жизни и увидеть, как выглядел человек. В этом же интервью ваш коллега упомянул, что не всем своим героям симпатизирует. Наш интерес к ворам сугубо научный, сродни страсти энтомолога к перепончатокрылым или в нашем случае, историка к прошлому. Мы не раз повторяли, что история для нас интереснее современности. Во-первых, потому что в истории больше белых пятен, если быть точной, сплошь белые пятна. Во-вторых, мотивы, которыми руководствуются воры в наши дни, настолько примитивны и материалистичны, что в это даже не хочется углубляться. Хотелось бы верить, что у прежних воров за душой было нечто большее, чем просто тяга к запрещенным препаратам и незаконному обогащению, что-то, что отличало их от остального невежественного большинства. Наверное, еще не все знают, что воры бывают двух типов, посвященные и приобщенные. Первые по своей сути гораздо глубже, в духовном плане, с ними есть и о чем поговорить и о чем помолчать. Среди нынешних таких единицы. А в основной массе воры, идейные служители мамоны, не более. Не могли бы вы рассказать, что привлекает вас в мире воров, а что вызывает непонимание. К сожалению, опыт личного общения с ворами оставил скорее неприятный осадок, в лучшем случае пустоту. С большинством из них не хотелось бы иметь дела. Казалось бы перед кем, как не перед журналистом, пишущим о тебе, показать свои лучшие качества, но как некоторые не стараются, дешево прокалываются на фальши, лжи и лицемерии. Как говорил старый вор Ваха Дарцмелидзе, слово вора, что слезы проститутки. Не могу сказать, что все, с кем довелось общаться, личности незаурядные, зато все очень высокого мнения о себе. По данным Лайв Интернет, у вашего сайта, 110-150 тысяч посетителей в месяц, это много даже для новостного сайта. Как вы думаете, кто ваши читатели? Многие ли из них связаны с миром воров? Наши главные читатели, сами воры, их окружение и те, кто с ними борется по долгу службы. Честно говоря, для нас самих загадка, как такой узкоспециальный ресурс, как Prime Crime, ведь мы умышленно не расширяем область нашей экспертизы, ограниченной чисто воровским миром, способен привлекать такую аудиторию. Я застала 1990-е и помню, как много людей тогда интересовались криминальной культурой или находились под ее влиянием. Как вы думаете, в какой степени этот интерес сохранился сейчас или может вернуться? Насколько мы можем судить по динамике посещаемости, интерес к криминальной культуре неуклонно снижается, и для здорового общества это нормальный симптом? Воровской мир – не самое полезное, на что людям стоит направлять свое внимание. Спасибо за ваш манифест на сайте, воры. Кто они? Он очень хорошо объясняет воровскую культуру. Насколько по-вашему она изменилась относительно того, что в нем описывается? Наш манифест – это несколько идеальный взгляд на воровской мир. Все написанное следует относить к ворам прошлого века. Воры, когда мы только о них узнали, привлекли своим аскетизмом, чистотой, в рамках их же строгих законов и понятия чести, мужеством, силой духа, подлинным свободолюбием, отрешенностью, готовностью пожертвовать собой ради идеи или товарища. Нынешним ворам все эти качества чуждые ими не культивируются. То, что сейчас, против того, что было, – это небо и земля. Например, вы пишите, что раньше отсидеть по 30 и более лет среди воров считалось нормой. Как изменилась эта норма сейчас? Во-первых, сейчас в стране другие законы. Раньше за кражонку или побег давали 25 лет. Сейчас это все равно, что пожизненное. Воры славились не громкими преступлениями, а достойными отсидками. В чести был не криминальный талант, это само собой, а стоический подвиг, а тянуть четвертак и при каждодневном прессе нигде не прогнуться. В лагерях было такое положение, при котором, если ты – вор, то одним сроком не ограничишься, шла война под девизом «Умри ты сегодня», «Я – завтра». Вора, который был в зоне с суками и никого из них не зарезал, ждала смерть. Сейчас зэки не воюют, а смотрят телевизор, хотя формально по-прежнему есть деления на черных и красных, порядочных и козлов. Можно сказать, что всю внутри лагерную движуху убил ящик. Раньше для вора тюрьма была домом в буквальном смысле, средой обитания. Посмотрите на судимости старых воров, некоторые впрямь вновь попадали за решетку, в течение считанных дней после освобождения. Это действительно было нормой. Чуть, как говорил Жеглов, зажился в городе, сразу появится вопрос, а не сука ли ты? Сейчас сидеть западло. Считается, что сидят только дураки и нищие. И воры перестали бежать даже с поселений, где им вообще по рангу не место. Давно ли стало допустимым в среде воров заводить семьи, недвижимость, заниматься бизнесами, связанными с наркотиками. Насчет запрета на семью, если такой действительно был, воры ведь не домохозяева или подкаблучники. Посудите сами, как поездной вор, майданик, может завести или иметь семью, или тот, кто сидит 25 лет. Отсутствие семьи – это не запрет, а правило, проистекающее из образа жизни. Насчет бизнеса, сейчас им почти никто не гнушается, одним воровством себя не прокормишь, да и не каждый нынешний вор способен украсть. Что касается наркотиков, если к этому пирогу и допущен кто-то из воров, то из самой верхушки это не афишируется, потому что все еще зазорно. Стало ли менее осуждаться сотрудничество с органами? Сейчас даже видеозапись разговора вора с оперативным сотрудником, на которой вор прочитывается о выполненных заданиях, не является поводом для спроса. Раньше за такое сотрудничество спрос был один, перо в бок. Даже в тюрьме воры ходили к куму на допрос подвое, чтобы снять подозрения. Сейчас никто за это никого не режет, потому что не хотят сидеть. Даже убийства воров нередко остаются безнаказанными, хотя это основа воровского. Многие воры, особенно с большими амбициями, рвутся сотрудничать, на что угодно готовы, лишь бы выслужиться и вернуться в Москву. Силовикам только клич бросить, из желающих очередь выстроиться, но все вакансии заняты. Что касается истории сотрудничества, сейчас на телевидении и в прессе по поводу и без повода, часто мелькает бывший сотрудник РОП, которому один из воров, проживающих сейчас в Москве, в 90-е подсвечивал своих неугодных коллег. Во главе всего личная выгода. Признать вину и заключить досудебное соглашение, чтобы меньше дали, пожалуйста. Вступить в актив и выйти по УДО, нет проблем. Любому некрасивому поступку найдется оправдание. В целом, как изменились воровские законы с советского времени. В Советском Союзе все принадлежало государству, с которым воры по своей идеологии, находились в перманентном конфликте. По этой причине ворам нельзя было прописываться, регистрировать брак, выписывать газеты и так далее. Любые контакты с властями были под запретом. То же самое, например, касалось общения со СМИ, которые были частью государственного аппарата. Вор, выступавший в газете или по телевидению, мог быть только бывшим и призывать других завязать. Сейчас есть независимые СМИ, однако среди воров запрет давать интервью, почему-то все еще в силе. Не секрет, что даже на Япончика после того интервью, которое он дал Андрею Калитину в американской тюрьме, коллеги смотрели косо. Хотя на наш взгляд это положение давно следует отбросить, как отживший рудимент. Много лет воры составляли общество, которое противостояло советскому конформизму. Как это теперь? Кажется, что воры перестали быть в оппозиции к властям. На самом деле, в отличие от советского прошлого, непримиримость к власти давно исчезла из приоритетов воровской идеи. В новых реалиях конформистами стали сами воры. Я видела комментарии вашей коллеги знакком о том, что воры вне политики. Но кажется, что современная политика затронула всех без разбора. Как она повлияла на воров? Как, например, события в Украине изменили мир воров? Известен только один вор, тесно связанный с украинскими спецслужбами, который открыто осуждает спецоперацию на Украине. В основном воры знают свое место и в государственную политику не лезут. У воров свое государство в государстве, где они и политики, и законодатели. Эти миры почти не пересекаются. Недавно вы опубликовали очень интересное интервью с представителем воровского мира, который сказал, что цель жизни воров – распространить воровское, привлечь в воровскую жизнь как можно больше людей, и не дать воровскому исчезнуть. Насколько вы согласны с ним? И кажется ли вам, что воровское действительно исчезает сейчас? Если да, как это проявляется? Долго ли, по-вашему, просуществуют воры в нынешнем виде? Воровской мир – это секта. Как каждой секте, ворам нужны новые адепты, чтобы жить за их счет. Сами воры, в частности шакра, признают, что их мир переживает не самые лучшие времена. Фактически это кризис. Воры зашли в тупик, из которого не видно выхода. На наш взгляд, причина в том, что воровское сейчас не в тюрьме, где было изначально, а на воле. Воры отстранились от массы арестантов. Зэки для них не более, чем кормовая база. Из-за того, что воры разделились на группировки и живут обособленно, конфликты между ними годами остаются без разбора и наслаиваются как снежный ком. Одна из главных функций воров – третейское судейство. Но сейчас воры не могут уладить даже свои разногласия, не говоря о том, чтобы решать чужие судьбы. В тюрьме спрос следует незамедлительно. Это тоже основа воровского, а на воле можно безнаказанно поливать друг друга грязью и никогда так и не встретиться. И это проблема. Если тенденция сохранится, воровской мир в нынешнем виде обречен. Вы спрашиваете у своего собеседника, что такое в наши дни быть вором. А какой вы сами даете ответ на этот вопрос? Мы потому и спросили, что не знаем ответа. Как повлиял на воровской мир закон 210.1? Почему, как вам кажется, этот закон решили принять в России? Была же, например, статья 228, которая успешно применялась, когда нужно было кого-то закрыть. Каждому времени, своя статья. 228 работала в 90-е, потому что в стране было засилие воров, и большинство и так были наркоманы. Они знали, за что их сажают, и особенно не протестовали. Это был некий негласный договор с милицией, получить от одного до трех, чтобы не сесть за более серьезные преступления, которые за каждым, конечно же водились и накопать их при желании труда бы не составило. Ситуация устраивала всех. Жеглов ведь подбросил кошелек к кирпичу, потому кирпич на самом деле его вытащил. Сработано грубо, но тем не менее преступник получил заслуженное наказание. Если бы кошелек украл жеглов и подбросил к кирпичу, тогда это был бы милицейский беспредел. Потом МВД изменило тактику, видимо честь мундира еще для кого-то не пустой звук, да и колодце среди воров перестало быть модным, и взяло на вооружение другие, более гуманные методы борьбы, а именно, нежелательность пребывания и депортация с бессрочным запретом на въезд. Таким образом, в кратчайшие сроки силовикам удалось очистить страну от заполонивших ее воров других национальностей. Не только в Ленинграде городе, а по всей стране стало как в песне Высоцкого. Где шпана и воры где? Да просто не видать. Принятие статьи 210.1, похоже, терминальный этап борьбы. Если компания не станет профанацией, на данном историческом витке, она действительно способна покончить с воровским миром, но, похоже, такая задача перед правоохранителем не стоит. Но если ворам в их нынешнем виде, будет суждено кануть в небытие, винить им придется только себя. Сейчас силовики не вмешиваются в разборки воров. Не существует никакой третьей силы, расшатывающей воров извне. Кризис, которые переживают воры, последствия их собственных телодвижений. Кого в основном сажают по этому закону людей из определенных кланов? Рядовых воров? Глав кланов? В основном пока сажают регионалов не самого высокого полета. Стали ли новые люди, реже приходить в воровской мир после появления закона? Под угрозой этой статьи многие стремящиеся, перестали стремиться. В этом как нельзя лучше прослеживается отличие нынешних воров от их советских предшественников, которых тюрьмой, конечно, было не напугать. Без новой крови воровское погибнет само. Хотя надо отдать должное таким ворам, как Новик, Сумбат, Алхаз или Циркач, которые в момент истины ничуть не дрогнули. Последнему вообще прочит большое будущее. В интервью «Кавказ». Реалии год назад Виктория Гефтер говорила, что феномен грузинских воров в законе был проектом КГБ, идеологической диверсии против честных воров, и что задачей грузинских воров было искоренение носителей старых традиций, подмена собой воровского мира и трансформация воров в мафиози. Если не считать название «вор в законе», к ворам прошлого нынешние воры не имеют никакого отношения. По большому счету, нынешние воры не вправе называться ворами и считать себя правоприемниками тех воров. Большинство из нынешних воров те воры вырезали бы как свиней при первом же знакомстве. Сейчас многие понятия подменены, все перевернуто с ног на голову. На самом деле нынешние воры, начиная с 70-х годов, занимались последовательным истреблением воров старой формации, так же как те воры старой формации в ходе сучьей войны добивали остатки нэпманских воров до революционных годов рождения. Это и был главный итог сучьей войны – смена воровских элит. Как сейчас строятся отношения славянских и грузинских воров? Насколько сейчас русские и грузины могут объединяться, вступать в одни кланы, короновать друг друга? И насколько успешно произошла эта трансформация из воров в мафиози? В чем разница между ними? На самом деле такого деления уже нет. Нынешний воровской мир – это семейный бизнес ряда кавказских кланов. Стать вором, не будучи родственником кого-то из воров, практически невозможно. Это и есть мафия итальянского типа. У некоторых из них даже имена итальянские, например Энца. Шакра, когда недолго рулил в Москве всем воровским миром, легко обходился тремя-четырьмя езидами из своего ближнего круга. Подавляющее большинство активных славян – крестники кавказцев, у которых они на третьих ролях выполняют, чисто представительские функции. Если не изменяет память, единственный славянский вор, встроенный в сложившуюся парадигму, к которому был сделан чисто славянский подход, это Витя Пан, но он по натуре интернационалист. Такие воры-традиционалисты, как Шурик Захар, уже давно дистанцируются от нынешних движений, во основе которых грызня между кавказцами за российский общак. Выходцы из какого региона, или Советской Республики, сейчас наиболее влиятельны в мире воров. В этом отношении Грузию, которую сейчас преподносят как родину воровского, и хранительницу традиций, никому не переплюнуть. Хотя скажи такое колымчанам 50-х, наверное бы долго смеялись, а может и плакали, ведь столько крови оказалось пролито напрасно. Нам очень интересно понять, как работали и работают воровские прогоны. Прошлой зимой, после того как был опубликован архив с пытками в российских тюрьмах, появился воровской прогон, по которому изнасилованных охраной заключенных предлагают не считать обиженными. В интервью медиазоне ваша коллега сомневалась в подлинности прогона. Согласны ли вы с ней? И не знаете, повлиял ли прогон на нормы того, кого считать обиженным? Это было чистой воды популизмом. Обиженному невозможно отмыться, даже убив обидчика. Пока те, кто предлагает такое, не сядут и почифирят с обиженными, никто их слова всерьез не примет. В апреле вы опубликовали прогон о том, что тех, кто пойдет на поводу у киевских властей, ждет жесткий спрос, по всей строгости воровской жизни, написанный в ответ на информацию о том, что вор Лера Сумской якобы поддержал бойцов теробороны. Есть ли сейчас в Украине влиятельные воры? Как они отреагировали на войну? Есть ли раскол между ворами? Как вы думаете, можно ли ждать что-то вроде новых сучьих войн в Украине после этой войны? Очень похоже, что Украине или тому, что от нее останется после спецоперации, грозит такой криминальный беспредел, которого не было даже в 90-е, и воры там будут бессильны. Спасибо вам за фильм «Решетка Омс», он невероятно интересный. Какие книги, фильмы и мемуары о воровском мире кажутся вам правдивыми и точными? Чтобы вы посоветовали читать и смотреть о ворах людям не из мира воров. Мы не склонны популяризировать воровской мир, а почитать, кто не утратил интерес к этому занятию, посоветовали бы книги совсем другого содержания. Тем, кто все-таки ищет правды по этой тематике, пусть будут в помощь мемуары узников ГУЛАГа, но не Солженицына, который в лучшем случае наблюдал за ворами из-под нар, а например Туманова, бывшего с ними в самой гуще событий. Кстати, воспоминания Туманова, в которых он приводит подлинные имена нескольких десятков воров, стали для нас бесценным кладезем и отправной точкой в исследованиях. Опираясь на них, мы нашли дела воров, которых он описывает, если не считать мелких неточностей, так, как оно на самом деле и было. В интервью ВВС Виктория Гефтер называет самой захватывающей частью своей работы, еще не рассказанная история из прошлого. Какие периоды или истории кажутся вам самыми увлекательными? Однозначно сучья война. Это была полномасштабная гражданская война в СССР, которая представляет интерес, с точки зрения истории спецслужб, как в качестве примера эффективной борьбы с послевоенным разгулом преступности, так и манипуляции, сознанием огромных масс, не самых отсталых слоев населения. Согласитесь, разобщить воров, известных своим единством, и заставить их резать друг друга, нетривиальная задача. Насколько мы знаем, на эту тему нет ни одного серьезного научного труда, и видимо неспроста. Вообще конец 40-х, начало 50-х, самый драматичный и насыщенный период в истории воровского мира. Конец 50-х уже ознаменовался массовым отходом воров, ставшим началом их заката, но это большая отдельная тема. На вашем сайте огромная, отличная хроника сучьих войн, много цитат из мемуаров, в которых она упоминается. Видно, что вы и ваши коллеги специально интересовались этой темой. Почему она так важна для вас? Насколько ваш интерес к ней разделяют нынешние воры? Сейчас в это трудно поверить, но чтобы только подступиться к сучьей войне, потребовалось 27 лет предварительных исследований. Мы не знаем, насколько воры разделяют наш интерес, но любое сравнение нынешних воров с ворами времен сучьей войны будет не в их пользу.